Этой весной погодные условия внесли существенные коррективы в график посадки картофеля. Из-за высокого уровня осадков и нетипично низких для весны температур работы начались на две недели позже, чем в прошлом году. Чувашский картофель известен по всей России. Его с удовольствием покупают оптовики и продают в других регионах. Хорошего качества, современной селекции он долго хранится. Пусть с опозданием, но аграрии стремятся максимально засеять площади. На текущую дату в сельскохорганизациях и крестьянских терминских хозяйствах республики посажено 4403 гектара картофеля. План посадки картофеля в текущем году составляет 8200 гектар. На текущую дату посажено 54% к плану. Стоит отметить районы-лидеры. Это Батревский, Козловский и Комсомольский район, где посажено порядка 700 гектар в каждом районе. На долю этих трех районов-лидеров приходится почти половина площади посадки картофеля в республике. Почти 48%. Но есть и районы, где существенно снизили объемы посадок. Например, Валиковском, Мариинско-Посадском, Маргаушском, Урмарском и Янтиковском. Специалисты дают этому свое объяснение. Сеют то, что выгодно. Сокращение площади посадки картофеля стоит связывать с снижением доходности возделывания данной культуры. Она заметно уступает доходности возделывания зерновых культур, масличных культур, овощей открытого грунта. Те, кто сохранил картофельные поля, уверены. Получить хороший урожай, а соответственно и прибыль, можно. Нужно только вложить средства в техническое оборудование, средства защиты, наладить стабильные рынки сбыта. Ну, это же культура такая же, которая требует к себе внимания. Наверное, по новым технологиям надо уже вручную, ничего не делается. Все, посадка, химзащита, химпрополка, все механизировано, уборка механизирована. Это хранилище обязательное с климат-контролем, которое построено у нас в районах различных хозяйствах. Сегодня Чувашия полностью обеспечивает себя картофелем и по объемам производства занимает второе место в Привожском федеральном округе в крупном товарном секторе. Высокий показатель обусловлен и мерами господдержки картофелеводства. Государство частично компенсирует затраты на приобретение элитных семян, до 40% субсидирует приобретение техники, возмещая до 20% затрат на строительство современных картофелехранилищ. Богдана Дойникова, Республика.